Женщина – это дорого. Те места, где вы находите эскортниц, помечены на карте зеленым цветом. Женщина – это как завести 20, мать их, собак. Будет ли продолжаться денежный поток, или он прервется в любой момент. Руководство для содержанок. Как заставить мужчину платить за себя? Это видео станет самым большим разочарованием, но кто-то должен открыть глаза современным мужчинам и женщинам. И я, как психолог, сталкиваюсь и с первыми, и со вторыми. У женщин проблема – все тащу на себе, плачу за квартиру, еду, одежду, детей, а мужчина называет меня меркантильной. У мужчин проблема – все тащу на себе, плачу за квартиру, еду, одежду, детей, а жена меркантильная. Все тащат на себе все, и все глубоко несчастны. Это видео для тех, кто хочет освободиться от ожиданий и готов к разочарованию. Потому что я не буду говорить женщинам, что им не нужно работать, и не буду говорить мужчинам, что им не нужно содержать своих женщин. Роль мужчины в мире была, есть и будет, пока не сякнет его тестостерон – добытчик. Игры с феминизмом приводят к тому, что женщина сама идет на нелюбимую работу, соревнуется там с мужиками или другими мужиками в юбках до седьмого пота, а потом сама обвиняет окружающих в усталости. Я устала больше всех. Не столько мужчины перестали быть сильным полом, сколько женщины начали усиленно соревноваться, кто сильнее, умнее, шустрее, продуктивнее. Женщины, запомните, вас сделают счастливой реализация плюс деньги. Именно по этой формуле нужно искать работу. Там, где вы проявлены на сто процентов, где вы чувствуете свою женскую силу, творчество и получаете за это деньги. Деньги без реализации превращают женщину в обезьяну, в лошадь. А реализация без денег приводит к тому, что женщина всегда уставшая и грустная, потому что нет денег на платье и эклеры. Или есть, но они не ее. Поэтому будущее туманно, тревожно, неизвестно, будет ли продолжаться денежный поток или он прервется в любой момент. Теперь с мужчинами разберемся. Много раз ко мне обращались мужчины, как к психологу, с одной и той же жалобой. Подождите, ремарка. Богатые, успешные мужчины, у которых есть деньги на новый автомобиль каждый год, обращаются с жалобой. Вам, женщинам, одно только нужно? Скажите правду. Вот моя, и дальше подставляем любое имя, снова сумку за полмиллиона просит или квартиру в Дубае. Люблю, покупаю, но чувствую себя использованным. Не всем и не одно только нужно. Вот как раз, если ей нужно только одно, только деньги, вот это должно настораживать. А вообще, мужчины, дорогие, те места, где вы находите эскортниц, помечены на карте зеленым цветом. Чтобы туда попасть, женщины берут кредиты на пластику, чтобы их носы, грудь и попа соответствовали вашим ожиданиям. Ну, или их представлениям о ваших ожиданиях. И потом, конечно же, нужно отдавать эти кредиты, поэтому не надо удивляться. Если вы хотите зрелую, самостоятельную женщину, будьте готовы к тому, что только деньгами не отделаетесь. Как я говорю, да, я люблю материальную заботу, но только деньгами не отделаешься. Мне нужно все. И такая все, она будет со своим мнением, к чему, кстати, многие мужчины попросту не готовы, со своим родным носом, кривеньким, как у меня, со своим бизнесом, который будет отнимать часть внимания, законно принадлежащего вам. Вы готовы? И чтобы вы были счастливы и реализованы, вам все-таки придется содержать эту женщину, да, закрывать ее желания и потребности, и не жить в иллюзии, что если у женщины есть свои миллионы, она не захочет воспользоваться и вашими тоже. Женщина – это дорого. Недавно в своем телеграм-канале я выложила видео, которое вызвало резонанс, где батюшка сказал, что завести женщину – это как, он так еще подумал, завести 20 собак. И я с ним согласна. Согласна потому, что батюшка не сказал это презрительно, не сказал это как-то с отвращением женщины, это как завести 20, мать их, собак. Было видно, что собака для батюшки – это что-то вот такое, куда надо вкладываться. Чтобы завести собаку, прежде чем завести собаку, нужно хорошо подумать. Женщина – это как завести 20 собак. Открываю портал в комментариях для тех, кто считает, что жизнь в материальном мире может быть без расчета. Телефон доверия открыт. То, что трагерит вас больше всего, но с этим вы поработаете. Кстати, у меня была когда-то бенгальская кошка. Кошечка обходилась 500 евро в месяц. Коготочки постричь, корм, тоси-боси. И кто-то мне сказал, слушайте, у меня ребенок обходится 500 евро. Ну вот. Хотите бенгальскую кошку – 500 евро в месяц. Хотите бенгальскую женщину – 50 тысяч евро в месяц. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ